Слава Иисусу Христу 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 которые на этой земле, и которые включаются не только православных нас, христиан, но и христиан других динаминаций, конфессий. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не всякий, кто будет частью православной церкви, или католической, или протестантской какой-то. Знаете ли, дураков везде хватает, и хватает в разных динаминациях, конфессиях, христиан, которые болеют этим, знаете ли, время от времени. Об этом и здесь, в Сибири, и в других регионах идет речь. И есть и баптисты такие, сектанты, и православные сектанты, и католики-сектанты, которые говорят, что только лишь у нас спасение, только лишь у нас благодать. Но это, слава Богу, я этим переболел, слава Богу, знаете ли, но я не сужу тех, конечно же, кто этим болеет еще. Я надеюсь на то, что братья выздоровеют и поправятся. Уже идут на поправку многие христиане, особенно пастыри, священники, эксензы, многие священники, служители, старейшины, лидеры церквей, разных конфессий. Сегодня уже переболев этим сектантством, знаете ли, кто-то в легкой, кто-то в тяжелой форме, но выходят на свободу. И темницы рушатся этих предрассудков. Так вот, я почему тему эту затронул, разные конфессии? Потому что я прошу христиан разных динаминаций, разных конфессий в эти дни, в эти месяцы молиться о развитии православной реформации, о распространении православного обновленческого движения здесь, в Сибири и вообще в России, в Украине, в Белоруссии, в другие страны бывшего безбожного Советского Союза. Я верю, что Господь, Он позволит православному обновленчеству сегодня подняться на новый этап, на новый уровень выйти. И как лидер, скажу так, или один из лидеров православной реформации, современной обновленчества, я вижу, как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, я вижу, что сегодня в реформации, конечно, нуждается не только православная церковь, не только мы православно нуждаемся в этих переменах, но и фактически, так или иначе, но все тело Христово. То есть в разных конфессиях, в разных динаминациях, да, я думаю, никому не секрет, в общем-то, тема такая поднималась и поднимается, и слава Богу за это. И, конечно, возвращаясь к теме собора, предстоящего собора, здесь обозначено было, в этой еще газете, что 5 октября 1922 года в Томске открылся собор, на котором как раз единогласно Петр Блинов был избран, написанный епископом томским и сибирским. Так вот, а 8 октября 1922 года был рукоположен как православный архиерей в храме Иоанна Резвичника. Интересно, святитель Петр Блинов, этот мученик, этот герой веры, этот апостол реформации, я думаю, о нем будет речь идти на соборе очень серьезно, на этой конференции. Знаете ли, я хочу пригласить всех неравнодушных христиан, мы найдем, думаю, помещение достойное, может быть, в Новосибирске, может быть, это будет в Томске, я не знаю, может, здесь на Кузбассе, но Господь усмотрит, в каком городе, и хотелось бы, ну, может быть, в Новосибирске даже, потому что, в Николаевске, потому что именно, знаете ли, это столица Сибири, и, в общем-то, как раз, думаю, хорошо бы начинать со столицы именно, раз в Сибири есть своя столица, Новосибирск, то, может быть, даже есть смысл именно как раз и со столицы начать, хотя и город Томск привлекает меня, потому что именно в этом городе проходила именно вот эта конференция, этот собор, который начал именно процесс обновленчества в Сибири тогдашней советской, и это очень важное мероприятие, думаю, будет, я прошу ваших молитв, и у кого есть возможность такая, каким-то образом поддержать, значит, это мероприятие, это собор, конференцию, то, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, обращайтесь, значит, я думаю, на сайте Alive Church Info, на нашем сайте церковном, будет информация о том, как можно будет помочь материально, в частности, этому собору, но, конечно, в первую очередь, конечно, нужна именно духовная, моральная поддержка, духовная поддержка, молитва, молитесь, пожалуйста, о предстоящем соборе, о спикерах этой конференции, потому как в 2012 году у нас планируется и конференция и в Киеве непосредственно, 4-й собор Украинской реформаторской православной церкви, я думаю, проведем и в Европе, может быть, в Румынии или в Италии, значит, конференция, тоже посвящена как раз реформации как православной церкви, так и католической церкви, так и вообще христианства мирового, я думаю, что Бог усмотрит и в Америке как раз в 2012 году конференцию, скорее всего, это будет город Нью-Йорк, потому что там начинается служение нашей церкви, Нью-Джерси, в общем-то, ну, я думаю, может быть, даже это будет все-таки и также южные штаты, такие как Флорида, потому что во Флориде, в Сан-Августине находится центр церкви, харизматической православной церкви, харизматик Ортодокс Чёрч и епископ Марк Керси любезно приглашает меня на служение в их церковь и, значит, как спикера. В 2019 году харизматическая православная церковь в США будет планировать, планирует уже сейчас, будет проводить очень многие такие важные мероприятия. Сидрот, этот апостол мессианского еврейского движения, будет также гостем как раз именно харизматической православной церкви в США в наступающем 2019 году. То есть будет очень много мероприятий, очень много важных мероприятий. Это будет подлинно революционный год. Вот, знаете ли, здесь я часто вижу то в аэропортах, то на вокзалах каких-то ЖД такие большие плакаты, транспаранты, и написано, что 12-й год, год дракона, продаются изображения там драконов. Знаете ли, мы как-то с братьями были тоже на одном вокзале и видим этих драконов, эти плакаты. Я не знаю, конечно, в китайской мифологии это может быть что-то и хорошее, но в нашем понимании христианском это не есть хорошо. И, конечно, у меня такая идея возникла. Напечатать календарь такой или плакат такой, значит, и написать год. 12-й год это год поверженного дракона. И, значит, и как вот есть такие иконографические образы, интересно очень даже, мы не поклоняемся иконам, конечно, но сам образ очень интересен. Допустим, Иисус наступающий на сатамом дракона, или, допустим, какой еще вариант, как Георгий копьем пронзает дракона. То есть дракон, если и фигурирует где-то в православной живописи, то это поверженный именно дракон. И слава Богу. Я думаю, что в 19-м году пришло время нам наступить не просто на хвост, а в голову этого гада. Просто наступать на змея-скорпиона всю силу вражью во имя Иисуса Христа. Потому как время коротко, дни лукавые. И я прошу вас, дорогие друзья, молиться об этом. И, конечно, скажу так, увы, напоминающая Господь, не умолкайте. Если вы православный обновленец, реформатор, если вы священнослужитель, прихожанин церкви, то на вас ответственность, конечно, нести Слово Божье. И вообще, если вы христианин, если мы христиане, то на нас почетная обязанность лежит именно проповедовать Слово Господне. Если вы смотрите эту программу, если вы мало понимаете, о чем идет речь, и вам кажется, ну какая вера, какой Господь, я просто умоляю вас, поверьте в Иисуса Христа, в Господа, Бога и Спасителя. Ни в ком он ум нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежал бы нам спастись. Поверьте, что Иисус умер лично за вас, за меня, за тебя, за каждого из нас. Что Иисус Христос воскрес из мертвых воистину для нашего оправдания. Слава Иисусу Христу. Аминь.